Привет всем! С Новым Годом! Давайте начнем год с восьмиричного пути. Что такое восьмиричный путь? Наверное, вы о нем уже слушали хотя бы из моего предыдущего видео про четыре благородные истины, потому что четвертая благородная истина гласит, что благородный восьмиричный путь – это выход из самсары. Что же это за восьмиричный путь? Итак, во-первых, восьмиричный путь – это не восьмиступенчатый путь. Восемь элементов восьмиричного пути должны практиковаться одновременно. Это не так, что ты освоил одну ступеньку, двигаемся на следующую, потом следующую. Нет, одновременно. Восьмиричный путь можно разделить на три категории. Первый элемент – это мудрость, это нравственность и практика. И начинаем мы с категории мудрость, в которой у нас два элемента. Первый элемент – это правильный взгляд или воззрение. Итак, что же это за правильный взгляд? Конечно же, это не о том, куда смотреть, а о том, как смотреть. Это правильный буддийский взгляд на вещи. В чем он заключается? В том, что ты понимаешь, что у твоих поступков всегда есть последствия. В том, что все не кончается с твоей смертью. И в том, что твоя следующая жизнь будет определяться тем, как ты себя вел в жизни предыдущей. Например, в том, что ты понимаешь, чьи ты благородные истины. И, конечно же, практикуешь восьмиричный путь. Ну и многое другое, что конкретно это уже зависит от той школы, которой ты принадлежишь. Следующая ступень у нас – правильное целеполагание. И здесь все очень просто. Правильная истинная цель любого буддиста – это, конечно же, просветление. Можно понимать это так, что твоя цель – это непременно стать монахом. Или понимать это так, что ты просто встал на этот путь и понемножку идешь к своей цели. Ну, если не идешь, то хотя бы ползешь. Если хотя бы не ползешь, то хотя бы лежишь в ее направлении. Но, как я сказала, цель у нас одна, и она называется нирвана – освобождение от колеса самсары. Никакой другой цели у нас нет. Ну, есть, конечно, еще сопутствующие цели. То есть, например, воспитать в себе любовь ко всем окружающим тебя существам, ко всему окружающему миру, любовь и сострадание. Это тоже, конечно же, часть этой цели. И сейчас мы уже вступаем на территорию нравственности. В нравственности у нас три элемента. Первый элемент нравственности – правильная речь. Правильная речь – это, опять же, неправильная грамматическая речь, как вы понимаете. Правильная речь, ну, если так очень кратенько выразить, это говорить хорошие слова и не говорить плохие. То есть не врать, не сквернословить, не говорить то, что посеет раздор между людьми, но в то же самое время говорить людям хорошие, добрые, тёплые, поддерживающие их слова, говорить мудрость, и когда тебе нечего сказать, то лучше вообще не говорить ничего. Это основа правильной речи по буддизму. Следующий элемент – это правильное поведение. В чём оно заключается? Правильное поведение – это не убивать и вообще не причинять боли окружающим вас живым существам. Не только людям, заметьте. Речь идёт никогда не только о людях. Не воровать, не брать чужого, а также не желать чужого, не распутствовать, не лгать и не пьянствовать. Ну и, понятное дело, не употреблять никаких других опьяняющих, одруманивающих веществ. Это с чего делать нельзя. А вот что делать можно – это всячески помогать окружающим вас, людям, животным и вообще всему миру. Делать им хорошее, ну, по крайней мере, стараться делать им хорошее – это правильное поведение. И третий элемент нравственности – это правильный образ жизни. Как он отличается от правильного поведения? Ну, правильное поведение – это скорее то, что мы осознанно делаем или не делаем. А вот правильный образ жизни – это то, как ты вообще строишь свою жизнь, своё существование в этом мире. И здесь важнее всего, конечно же, в первую очередь выбрать себе правильную профессию, правильное занятие, которое будет идти на пользу всем окружающим вас людям, окружающему вас миру, и будет как можно менее вредоносно. Поэтому, например, считается, что по возможности стоит избегать работы, которая связана со смертью, с причинением смерти и вреда. Производство оружия, производство одурманивающих веществ, включая алкоголь, производство мяса, торговля живыми существами – всё это не является хорошим занятием для буддиста. Хорошие занятия? Ну, тут уже думайте сами, какие занятия для вас хорошие. Наверное, те, которые приносят всем пользу. Помимо занятий, это ещё и не впадание в роскошь, излишества, как можно меньше потреблять, как можно больше создавать. Мне очень нравится идея, что правильный образ жизни – это когда ты ложишься спать вечером, понимая, что от твоих действий мир стал чуть-чуть лучше. А если ты ложишься спать и понимаешь, что твой мир вокруг тебя стал немножечко хуже, а может даже очень сильно хуже, то стоит подумать завтра, как это исправить. И последнее. Мы доходим до практики. Что такое у нас практика? Здесь тоже три элемента. Первый элемент практики – это правильное усилие. Правильное усилие направлено на то, чтобы делать себя лучше через практику каждый день. Делать так, чтобы плохие проявления, неблагие проявления твоей личности понемножку уходили, а благие появлялись и сохранялись. Вот это правильное усилие. Как-нибудь мы непременно поговорим более подробно о том, что есть благие проявления и что есть неблагие проявления. Следующее – это правильное пометование. Мне очень не нравится этот перевод на русский. На английском оно, кстати, переведено как mindfulness, и оно мне как-то больше нравится. Но, честно говоря, я даже не представляю, как его перевести получше. Что это такое? Это способность концентрироваться на том, что происходит внутри тебя в любой момент времени, и жить осознанно. То есть осознавать, откуда берутся твои мысли, откуда берутся твои чувства, прослеживать их, как они в тебе появляются, как они в тебе развиваются, куда они тебя приводят. Понимать это каждую секунду. Это считается, кстати, очень важным элементом практики. Считается, что именно через вот эту концентрацию на себе Будда в основном и достиг просветления. И третий элемент – это правильная концентрация, которая является правильной медитацией, конечно же. И здесь надо сказать, что в разных школах несколько разное представление о том, что оно в себя включает. Является ли это чисто медитацией, или это, например, повторение мантр, или это что-то еще. Здесь это уже зависит от той школы, к которой вы принадлежите. О школах мы еще непременно поговорим. Итак, вот он, восьмеричный путь. И хотя это, конечно, очень буддистская штука, но я предлагаю даже не буддистам попробовать его практиковать. Почему бы нет? Штука хорошая, и на самом деле, помимо того, что она помогает продвинуться по практике, она и вообще как-то делает жизнь лучше. Начинаешь жить осознаннее, меньше в твою жизнь приходит всякого нехорошего, больше приходит хорошего. Потому что на самом деле это вполне себе действующая, действенная, нравственная модель. Ну что ж, спасибо всем. Встретимся в этом новом году опять. Пока-пока.